В минувшие выходные в России прошла очередная волна протестных акций против пенсионной реформы, предложенной этим летом государством. Планы по повышению пенсионного возраста, особенно в той форме, в которой они были предложены, резко не понравились большинству россиян. В Верхнеуральске в городском парке 28 июля также прошел митинг, где выступила группа представителей ряда политических партий. Я смотрю, мы все тут собрались именно трудоголики, уже предпенсионного и пенсионного возраста. Вот стоит мой муж, он отработал больше 40 лет, у меня тоже старше 40 лет, все еще продолжаю работать. И что мы заработали? Одни болячки. Разве это достойная жизнь для пенсионеров России? Нет, конечно. Тем не менее, проект закона уже был одобрен депутатами Госдумы в первом чтении. Что происходит вокруг пенсионной реформы 2018 года в России? 14 июня правительство России сформировало схему повышения пенсионного возраста. И 16 июня законопроект был внесен в Госдуму. Суть реформы в том, что возраст выхода на пенсию в нашей стране вырастет на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин. Мужчины по этой схеме будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины в 63 года. Доля работающих людей становится все меньше. Пенсионеров, соответственно, все больше. С каждым годом этот дисбаланс будет только расти. И, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Все это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы. Вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства. В 70-м году у нас на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих. Сейчас мы подходим в 2019 году к черте практически где-то 1,8. Это существенно сокращает возможности для выплаты пенсии уже тем пенсионерам, которые находятся на пенсии и для ее увеличения. Задача отвечает основным нужным пенсионерам в повышении пенсии и в повышении их реальных доходов. И если бы мы не принимали решения по возрасту, то мы бы имели в 2024 году размер пенсии примерно на треть меньше, нежели тот, который мы сейчас ожидаем. Повышение будет плавным. Переходный период для мужчин завершится в 2028 году, для женщин в 2034. Как раз к этому моменту средняя продолжительность жизни в стране составит более 80 лет, прогнозируют авторы законопроекта. Повышение будет плавным, но начнется оно уже в следующем году. На то, чтобы повысить пенсионный возраст мужчинам, уйдет 10 лет. Для женщин переходный период составит 16 лет. Очевидно, что эти митинги далеко не последние. Пенсионная реформа задевает большинство россиян, и многие пока просто не ощутили ее последствий. Существует также вариант конструктивного обсуждения совершенствования пенсионной системы. Сегодня необходимо, помимо предложенных правительством странный мер, подготовить предложение и поправки на этапе подготовки ко второму чтению законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. У заинтересованных граждан, жителей Верхнюральского района, имеющих предложение к законопроекту, есть возможность обратиться в районное собрание депутатов по адресу город Верхнюральск, улица Еремина, 43, кабинет номер 202, где предложения принимаются в письменном виде или на электронную почту, адрес которой вы видите на своем экране. Все материалы будут переданы в законодательное собрание Челябинской области. Продолжение следует... Продолжение следует...